Привет, привет. Всем привет. Сейчас, секундочку, у меня должен быть еще кликер, в который можно будет кликать. Вот, да, со мной приехал мой кот. Вы, наверное, видели его на фотографии на сайте конференции. Ну, как бы на фотографии он был, так что здесь он тоже будет со мной, будет меня поддерживать. Вот, пушинчик. И сегодня я хочу вам рассказать про то, как мы пытались ускорить доставку фич до пользователей и покрывали автотестами наше приложение всей командой. Вот. Сначала расскажу про себя. Пушинчик. Я старший инженер отдела качества, по-простому тестировщик в компании Tuturu. Вот, кто вообще слышал про эту компанию что-нибудь? Так. А кто слышал, что мы занимаемся не только расписанием электричек? Неплохо, неплохо, потому что в основном люди знают. А, да, электрички, точно я видела это. Вот. Но на самом деле мы уже довольно давно продаем билеты. И что у нас есть? Мы продаем ЖД-билеты. Мы продаем билеты на самолеты. Мы одними из первых запустили онлайн-продажу билетов на автобусы. На самом деле мы продаем еще туры, но для туров нет приложения, это мобильная конференция, поэтому про них я рассказывать не буду. Вот. И в какой-то момент мы подумали, что, наверное, пользователям будет удобно видеть все варианты, как добраться из пункта А в пункт Б сразу, а не по отдельности. Поэтому у нас есть общее приложение Tuturu, которое объединяет в себе все эти три вида транспорта. Вот. То есть у нас есть четыре типа приложения, но на самом деле приложений восемь, потому что все четыре есть на Android и четыре есть на iOS. Кроме того, в нашей команде сейчас 12 разработчиков, шесть iOS-разработчиков и шесть Android-разработчиков и всего три тестировщика. Напомню, что тема про то, как мы ускоряли доставку, поэтому я сразу скажу, что кроме этого всего, в помощь тестировщикам у нас есть некоторое количество автотестов. Автотесты, ну, процесс настроенный, но не до конца встроенный в CI, то есть он запускается каждый день, но не запускается, не все тесты запускаются там на пул-реквестах и все такое. Вот. Что мы используем? В принципе, почти все нативное. Xcode, Swift, XC-тест, и все на Jenkins'е в iOS'е. Android Studio, тесты на Kotlin'е, Espresso, все на Jenkins'е и Firebase'е в Android'е. Вот. В общем, у нас есть восемь приложений, двенадцать разработчиков, двухнедельные спринты, мы работаем по Agile'у, и в конце спринта подразумевается, что мы должны выпустить то, что мы сделали. Некоторое количество автотестов, примерно по 160 тестов на тот момент было в iOS'е, и 160 тестов было на тот момент в Android'е. Может показаться, что 160 тестов — это довольно много, но я напомню, что 160 тестов — это суммарно на все четыре приложения. То есть, а приложение включает в себя как бы поисковую форму, выдачу с всеми вариантами транспорта, потом заполнение данных пассажиров и подтверждение оплаты, в общем, довольно много. То есть 160 тестов получается не очень много на самом деле. Вот. И всего три Куа-инженера, которые должны как-то с этим самым справляться. Так, когда мы поняли, что мы не справляемся с этим, наш продакт-менеджер был не очень доволен тем, как быстро мы релизим все наши фичи, мы задались вопросом, как же нам ускорить доставку фич. Ну, очевидный ответ — попробовать перейти фичу медленнее. Но менеджер как бы не была очень счастлива по этому решению, что в принципе логично, хотя некоторые разработчики порадовались такой перспективе, но этот вариант мы очевидно отбросили. Второй вариант был убрать какие-то приложения. Мы на самом деле думаем об этом, потому что, ну, как бы, зачем нам моноприложения, если наш флагман сейчас объединенное приложение, и в принципе там есть все виды транспорта, а тут только одни. Единственная проблема, по которой мы сейчас не можем этим это сделать, это то, что у нас есть некоторые фичи, которые до сих пор реализованы уже в моноприложениях, но не перенесены пока что в объединенное приложение. И, кроме того, у пользователей поездов, например, очень много пользователей, на самом деле, которые целенаправленно покупают только билетные поезда через нас, и все. То есть мы не можем просто так вот взять и сейчас просто отказаться от этих приложений. Очевидно, еще хороший вариант нанять больше тестировщиков, но, к сожалению, найм тестировщиков нашей компании, ну и вообще, в принципе, человека в команду, занимает в среднем полгода, потому что пока мы найдем специалиста, который подходит по техническим требованиям и по команде хорошо подходит, и обучим его, это очень долго. Вот. И последний вариант, который можно было придумать, это что-нибудь автоматизировать. Например, ручное тестирование регрессии. Ну и мы такие подумали, посмотрели на это, и такие, можем попробовать автоматизировать регрессию. И дальше мы задались вопросом, как же нам это сделать. Опять-таки, можно нанять специально обученных людей, но найм людей занимает очень много времени снова, тем более автоматизаторов мобильных приложений, это сложно. Поэтому вариант этот мы пока оставили. Вариант второй был, выделить одного или всех трех тестировщиков на написание автотестов. Вариант плох тем, что в таком случае мы еще замедляем релиз наших приложений, потому что часть тестировщиков занята автоматизацией в момент. И если мы отдаем всех тестировщиков, то, вероятно, мы теряем качество нашего приложения, потому что я очень люблю наших разработчиков, они классные ребята, но разработчики не так привередливы в тестировании качества. И мы подумали, а почему бы нам не привлечь всю команду разработки тогда в таком случае? Какие у этого плюсы? Во-первых, разработчики уже умеют писать код. Во-вторых, они уже знакомы с нашим продуктом, их не нужно вообще ничему обучать, это быстро. В-третьих, тестировщиков у нас три, а разработчиков целых 12. То есть мы можем довольно быстро, потратив не очень много времени, ну, типа, отдав там один спринт, например, очень сильно увеличить покрытие. И мы такие, блин, классная тема, давайте попробуем. Но вопрос стал, как же, конечно, попробовать заставить всех разработчиков заниматься автотестами. Не то, чтобы они когда-либо этим занимались, они такие, ой, там что-то там тестируется, ну, как бы, и нормально, прикольно, но я туда лезть не буду. И мы подумали, что для этого отлично подходит, ну, мы думали про, знаете, вот эти богадельни, когда выделяется один-два дня на то, чтобы вся команда садилась и убивала все баги в приложении, которые на данный момент есть, ну, или на сайте. Вот. И мы подумали, что это классный формат, это как хакатон, можно выделить немножко времени, посмотреть, вообще разработчики смогут это делать, не смогут это сделать, и мы такие, отлично сделаем хакатон. Целем этого мероприятия было, собственно, познакомить и вовлечь разработчиков в написание автотестов, чтобы они хотя бы имели представление, посмотреть, понравится им это вообще, типа, смогут они или нет. И, очевидно, вторая цель была увеличить покрытие, количество тестов увеличить, написать больше. Ну вот. Что мы сделали для этого? Мы сначала выбрали два дня, ну, мы решили, что один день это маловато, а два дня самое то, чтобы попробовать. Вот. Выделили и объявили об этом для всей команды, что вот у нас будет хакатон по автоматизации. Потом мы подумали, что нельзя так просто прийти и сразу заставить всех писать, нужно рассказать хоть что-то, поэтому мы провели по вводной встрече для каждой платформы. На этой встрече мы рассказали разработчикам, какими инструментами мы пользуемся, что вообще где лежит, какая структура, архитектура тестов, как вообще, что-то вообще тесты делают, типа, куда-то кликать надо, куда-то переходить, как вообще элементы на экране искать. Ну, в общем, все-все-все вводное, что могло бы быть. Мы ответили на все их вопросы. Разработчикам вроде все поняли, все понравилось, даже книжки какие-то попросили почитать. Вот. Это было все заранее. И мы подготовили список тест-кейсов для хакатона, чтобы на самом хакатоне не тупить, типа, а чего покрыть вообще? и сразу просто сказать, типа, вот есть варианты, выбирайте, что вы хотите, давайте. Вот. На самом хакатоне мы разбили всех на несколько групп по количеству тестировщиков. Вообще, у нас получилось 4 группы, потому что одна группа занималась фейк-сервисами, но это был такой R&D-проект, они там смотрели, как можно это сделать, чтобы тоже ускорить автотесты. Вот. А основных групп было 3 по количеству тестировщиков. С каждой группой, соответственно, сидел тестировщик, который мог объяснять, помогать, подсказывать. Да, я забыла сказать, что у нас вот в этой системе с автотестами есть свои функции, ну, как бы, своя маленькая библиотечка в помогательных функции, чтобы было проще работать там с датами, с джессонами, со всякими штуками. Вот. Ну, чтобы разработчик, который ты библиотеки никогда не видел, тоже мог легко всем этим пользоваться, с каждой группой сидел тестировщик. Вот. И формат мероприятия был такой. В общем, мы решили, что мы сделаем такие двухчасовые спринты по типу того, как мы работаем в обычной жизни. Сначала у нас было 10-минутное планирование, потом 35 минут все кодили, потом была 5-минутная синхронизация, когда все говорили, вот у меня там, типа, здесь проблемы, здесь проблемы, тут проблемы, где что можно использовать, а, кстати, ты можешь использовать такую штуку, у нас тут уже написано. вот, и 10-минутный отдых. И так, соответственно, был еще перерыв на обед, и так, соответственно, было 4 спринта за сутки, и потом второй день повторить. Ну, в общем, два дня все программировали, разбирались в тесты, вникали. Что мы сделали в конце? В конце все, что вот разработчики сделали, мы открыли пол-реквесты, и мы постарались сразу проревьюить эти пол-реквесты прямо там, но, как бы, это не вышло, потому что какие-то задачи еще доделывались, тестировщиков тоже было мало, и провели прямо там в конце мероприятия, ретроспективное мероприятие, на котором мы обсудили, собственно, как ребятам формат, нравится ли им вообще то, что мы делаем, какие были плюсы, какие были минусы, какие были проблемы. Вот, мы все это обсудили, записали, сделали выводы. Какие выводы мы сделали? Ну, во-первых, разработчики на второй день уже пришли и такие, типа, блин, короче, давайте все открываем, где здесь код, где здесь что, надо дописать, доделать еще пару этих, пару того, можно еще вот это покрыть, короче, им прям вообще понравилось, они прям заинтересовались, вот, и самый интересный результат, который мы не ожидали. Мало того, что они заинтересовались, они еще стали доверять тестам, потому что раньше это было так, ну, там что-то тестируется, там непонятная какая-то система, кто-то там кликает, я вообще не знаю, почему это все работает, типа, наверное, наверное, раз тестировщики говорят, наверное, она что-то реально проверяет. а тут они как бы реально увидели, вот это все очень, кстати, классно выглядит, когда вы запускаете в студии, а у вас там на реальном устройстве, такой, чух-чух-чух-чух, все само прокликивается, такое проходит, вообще кайфово. Вот, они посмотрели, что-то типа код, реальный код за этим всем стоит, и реальному коду можно реально доверять. И такие, клевая тема, теперь мы доверяем тестам. Каждый написал свой автотест, на самом деле даже не один. Вот, и в итоге мы получили аж 30 новых автотестов. 30 штук. Это было очень круто. Выполнили мы те цели, которые мы поставили. Да, в общем-то мы выполнили. Потому что мы хотели, чтобы разработчики познакомились с автотестами, это выполнилось. Мы хотели, чтобы они начали писать свободно достаточно. Это тоже они все сделали. И мы хотели написать больше автотестов. Это мы сделали. Какие у нас были проблемы? Короче, мы не учли, что мало того, что надо рассказать разработчикам заранее про всякие структуры тестов и ла-ла-ла, мы не учли, что было бы неплохо настроить их рабочее окружение, чтобы с этими тестами работать. Потому что мы вроде как скинули инструкцию, но как обычно бывает, инструкции устаревают. И в итоге ты открываешь, у тебя там ничего не запускается, где-то там вообще проект сломался, где-то еще что-то. И с некоторыми людьми мы потратили достаточно много времени. Ну, то есть вот, типа, часа два выпало точно на настройку проекта. Лучше, лучше сделать это заранее. Сразу посмотреть, типа, попробовать выкачать, актуализировать, может быть, инструкции, чтобы если вы это раскатывали на большую команду, потом не было таких проблем. Тайминг был не очень удачный, если честно. Это мы поняли уже к концу первого дня. Вот, напомню, было вот так вот, двухчасовые спринты, в них 10 минут планирования, 35 минут кодинга, синхронизация, отдых. На самом деле, надо было выкинуть, короче, планирование, потому что у нас, в общем-то, все тест-кисы были написаны. Просто берешь и пишешь. Как бы, думать особо не надо. Ну, типа, думать, если что-то надо, там, точнить, что тестировщика спрашиваешь, типа, это здесь надо покрыть или нет. Он такой, ну да. Ты такой, ну ок. И все. Вот, соответственно, разработке надо было дать больше времени, 45-50 минут примерно, потому что, ну, полчаса не очень достаточно для того, чтобы полноценно что-то сделать. Ребята только начинали вовлекаться, ла-ла, и тут там все, перерыв. Они такие, ну мы хотим доделать, пожалуйста, пожалуйста. И такие, что-то перерыв. У нас просто технический руководитель ходил, такой, вам надо отдыхать, вам надо отдыхать, все, перестаньте. Вот, но на самом деле, пробовать надо было побольше. И синхронизироваться, ну, до первого раза тоже надо было побольше, потому что сетировщиков было мало, и, ну, много времени уходило на то, чтобы подсказать, а реально, как бы, там очень часто был вопрос такой, что разработчики пытались написать то, что у нас уже было написано. Она просто лежала в библиотеке, и они как бы это не нашли в тот момент. Вот. Поэтому для первого раза временной синхронизации лучше побольше дать, ну, и там отдых оставшееся время. Вот. И последняя проблема, которая у нас была, это то, что мы, конечно, попытались проявить все написанные тесты в тот момент, но мы не успели это сделать. И, в андроиде еще было более-менее, вот в IOSI ветки вообще зависли, потом туда пролетел какой-то новый код поверх с новыми изменениями, оказалось, что ветки устарели, пришлось их опять переписывать, потом опять мёрзивать. Ну, короче, это заняло довольно много времени. Надо как-то, когда вы делаете мероприятие, сразу учесть, этот вопрос, что нужно будет проревьюить ветки и, не знаю, выделить этому тоже, там, типа часик, например, хотя бы, и все будет ок. Вот. Какой итог? Итог, короче, мероприятие зашло, это было очень круто. Ну, вот мы все слушали про эти богадельни, когда набрасываются на баги, и все говорят, что это очень здорово. Вот такое же мероприятие с автотестами тоже прошло очень здорово. Цель мы выполнили, разработчики познакомились и начали писать тесты. Процент покрытия мы увеличили почти на 10%. Ну, то есть у нас было 320 тестов, а они за два дня написали еще 30 тестов. Ну, то есть, очень быстро прям набросились и подняли. И офигенный факт, что разработчикам очень-очень понравилось. Я вот тут привела даже отзыв от одного из разработчиков, что навыки подтянулись, тыры-пыры, но еще очень круто, что это разнообразило рабочий ритм, и это было такое яркое событие в жизни. Что вы отвлеклись от этого рутины двухнедельные спринты, двухнедельные спринты, вы что-то пилите, вы все вместе потусили, мы там пиццу еще в конце заказали, сделали полезное дело. И в общем, вот. С тех пор у нас разработчики пишут, ну, на самом деле, пишут не очень много явных тестов, но тем не менее, по возможности, когда они закрывают задачу, они дописывают туда явный тест. То есть, получается, что мы этим мероприятием подтолкнули к тому, чтобы у нас рекрессия, покрытие не деградировало, типа, новые фичи выходят, а там еще старые не покрыты. А к тому, что у нас новые фичи выходят сразу с покрытием. И это очень круто. Вот. Так что, я всем советую такой формат мероприятия. Это реально заходит под какие-то там ошибки, которые у нас были. я вам рассказала. Ну, в общем-то, кажется, все. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ